Добрый день. Роман, город Краснодар. Технический вопрос. Возможно ли физически поставить юнибайк на колеса, для того, чтобы он подъезжал к дому, как такси забирал человека, подсоединялся к станции и дальше отвозил по путевой структуре до нужной станции, подсоединялся и подвозил опять к дому, чтобы не идти километра, по холоду, дождю, солнцу и так далее? Возможно, безусловно, как возможно было, когда появился автомобиль, сделать вот таким, чтобы туда заезжал дирижант с лошадью. То есть это можно сделать, только в этом нет необходимости. Нельзя новый вид транспорта приспосабливать под старые, как нельзя автомобиль приспосабливать под, допустим, телегу с лошадью, а самолет приспосабливать под автомобиль. И нам это не нужно делать. Это неэффективно и неоправданно. А это возможно. Если кто-то захочет за отдельные деньги, мы можем проектировать и сделать для него. Все, вот это очень важно вам. И второй вопрос по стальной головке рельсы. Так как ее до сих пор здесь нет уже на второй год, все задаются вопросом, почему? То есть там какой-то технический вопрос или еще планы меняются? Нет, дело в том, что рельс это условное название. Головка рельса это поверхность скачения. Почему вы представляете головку рельса как у железнодорожного рельса? А ну просто она везде птикурируется. Нет, это нет. Головка рельса это значит, что у нас же дорожная. Головка рельса у нас очень труба. Это и есть головка рельса. Но мы не можем сегодня сделать свой рельс. Это то, что сделано, не очень подходит. Но это есть в промышленности, где можно купить. Если мы начнем делать свой рельс, то все инвестиции уйдут на это. Будет рельс, но не будет ничего другого, кроме рельса. Потому что же те же железнодорожники научились делать рельсы за 200 лет. Вы знаете, сколько денег они вложили, чтобы эти рельсы были ровными? Чтобы появились прокатные станы, металлургические заводы и так далее. Поэтому мы идем по другому пути. Используем то, что есть, и делаем свой рельс. Он будет, но это чуть позже. И поэтому то, что есть, вы заметили, наверное, и задавали себе вопросы, почему там постукивание, почему пошатывание и так далее. Ничего удивительного в этом нет, потому что та же труба, которая используется в качестве рельса, головке рельса, она получается с полосы. Когда мы полосу начинаем гнуть, чтобы сделать профиль, появляются неровности поперечные и продольные. Поэтому труба не может быть ровной. И поэтому появляются микронеровности, на которые сообщное колесо и стучит, которые практически нельзя убрать. Когда у нас был свой рельс, этого не будет. И в следующем году уже в Эмиратах мы уже будем ездить по своим рельсам. Эта работа ведется, но она не делается так быстро, как хотелось бы. То есть я разумно распределяю инвестиции. Все понятно. И еще вопрос. По прокладке трассы через лес, лесополосу и так далее. Обязательно ли вырубать полностью растительность и деревья, как это делают при прокладке электрокобелей? Ну как вы думаете, вот суперлегкую дорогу, там надо рубить лес? Очевидно, что нет. Это здесь от типа дороги. А ее высоты и расположение. Если мы идем на седе 10 метров, а деревья 30 метров, конечно, надо вырубать. Но если мы идем на седе 50 метров, то деревья 130 метров не надо вырубать. Ну, эта дорога будет дороже. Если заказчик закажет более дорогую дорогу и скажет, не рубите лес, не будем рубить. Все понятно. Все понятно.